Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красик. Хочу вам прочитать немного одного письма. Мне пишет Олег. Страдает он офессивно-компульсивным неврозом уже много лет. Еще со школы стали проявляться навязчивые страхи и ритуалы. Он сегодня боится сойти с ума, боится потерять над собой контроль, совершить неконтролируемый поступок, перешагивает, перепроверяет, отрехается, моет руки. В общем, весь набор классических жалоб ОКР. Пишет о том, что у него совершенно нет финансовой возможности приехать в Москву и в Петербург и проходить дорогостоящую терапию у хороших специалистов. И просит помощи, потому что сил у него больше нет. Просит помочь и рассказать ему о том, что же с ним происходит, почему возникают такие навязчивые страхи и такие ритуалы, почему психиатрия бессильна и что, чтобы он не пробовал, ничего не помогает. Олег, я постараюсь помочь тебе сегодня и рассказать о том, что с тобой происходит. И постараюсь тебе объяснить просто, но в то же время постараюсь сделать так, чтобы это было доступно. Суть твоей проблемы делится на две основные категории. Первая категория – это то, что ты называл правильно обсессиями. Второе – то, что ты назвал компульсиями. Обсессии и компульсии. Обсессии – это навязчивые страхи, которые идут у тебя в голове. Давай вспомним. Все твои страхи, которые ты перечислил – сойти с ума, заболеть шизофренией, причинить какой-нибудь вред кому-нибудь, как-нибудь себя повести. Вся эта история про то, вот слушай меня внимательно, что все твои обсессии – это про то, как ты боишься быть плохим. Если я сойду с ума, что будет? Я буду плохим перед кем-то. Если я заболею какой-то неизлечимой болезнью, я буду инвалидом, и я буду неэффективным, и я буду плохим, опять же. Если я сделаю что-то неконтролируемо, что обо мне скажут? Если я поведу себя странно в публичном месте, что они подумают, что подумают мои близкие? Если я стану гомосексуалистом, а если я стану педофилом, а если я стану маньяком, а если я стану этим и этим, за всем за этим стоит одна простая идея – я выйду за рамки своей нормативности и буду плохим, а я таким быть не должен. Услышал меня? То есть, я подвожу итог этого короткого тезиса. Твои обсессии будут сменять друг друга по одной простой иерархии – как я стану плохим? Услышал? Отлично. И это твои обсессии. Это одна деятельность твоего невроза. Второе деятельность твоего невроза – это компульсии, это ритуалы. У большого количества психиатров и психотерапевтов есть непонимание и ошибка этого. Я постараюсь тебе объяснить это проще. Когда мы делаем мытье рук или когда мы исполняем любой ритуал, перешагивание, перепроверка или переставление или еще что-либо, мы совершаем мышечную работу. На самом деле подоплека организма в том, чтобы просто совершать какую-то мышечную работу, объясняя себе якобы логично, зачем мы это делаем. Например, я мою 33 раза руки для того, чтобы очистить их от микробов. Но вспомни о том, что я тебе сказал. Если я их не очищу от микробов, я заболею, и что тогда? Тогда я буду неэффективен, потому что буду больным. А если я умру, я вообще буду плохим, потому что не успею реализовать те идеи, которые я должен реализовать. Если я не проверю ручки машин 33 раза, вдруг ее угонят. И что ты подумаешь о себе? И ты подумаешь о себе, что ты лошара. И твой папа тебе скажет, ну ты лошара, я же тебе всегда говорил, у тебя угнали тачку. И друзья твои скажут, ну у нашего-то пацана-то увели. То есть, ты делаешь некоторые ритуалы, используя некую деструктивную логику, которая стоит между твоим страхом быть плохим и твоим поведением. И ты говоришь, чтобы я не был плохим, я должен кое-что сделать. Я должен проверить, я должен перемыть, я должен очистить и так далее. Чтобы не быть плохим, чтобы не быть грязным, чтобы очиститься, чтобы не случилось какой-то беды, чтобы было все хорошо, ты должен якобы что-то сделать, чтобы это предотвратить. Это твоя ошибка, потому что за всей этой ошибкой стоит одна простая история. Ты просто боишься быть плохим, ты боишься выйти за рамки нормы, ты боишься совершить ошибку, ты боишься не понравиться, ты боишься быть неэффективным. Это и есть твоя проблема. И твоя проблема, Олег, не в обсессиях и не в ритуалах. Твоя проблема именно в том, что у тебя есть огромное напряжение с юности. Это напряжение можно представить как огромный двигатель. Я сейчас буду рассказывать вам, что такое внутренний конфликт, слушайте внимательно. Это огромный внутренний двигатель, который генерирует огромное количество энергии. Эта энергия у тебя уходит в два направления. Это можно представить как два сопла. Одно сопло – это мыслительная деятельность, другое сопло – это поведенческая деятельность. В мыслительную деятельность у тебя энергия уходит, как я буду плохим, как я могу быть плохим. И там у тебя логика очень далеко может уйти, начиная от описаться, окакаться в метро, заканчивая шизофренией, стать гомосексуалистом, маньяком, убийцей и так далее. Все это про то, как я могу быть плохим. Это фантазии твои. И второе сопло конверсии, канализирование твоего напряжения – это ритуалы. Чтобы этого не случилось, я должен перепроверить, перестраховаться, переделать, перемыть, переставить, переделать и так далее. То есть твои ритуалы носят сугубо профилактический характер. Чтобы не случилось, чтобы я не стал плохим, каким-то образом я это переделаю. Понял? И нету здесь болезни. Есть просто твоя привычка и твой навык. Ты научил себя с детства делать что-то, чтобы не быть плохим. Делать что-то, чтобы не быть плохим. Потому что у тебя внутри огромное количество потребностей к этому. У тебя огромное напряжение. Откуда оно вызвано? Вызвано оно отсюда. Ты из детства имеешь огромное количество нормативности. Нормативность. Нормативность – это специфика воспитания, где ребенок приобретает исключительно узкие рамки, что такое хорошо и что такое плохо. При каких… Мы еще это называем условная любовь. При каких условиях меня любить можно, и я хороший сын, и при каких условиях меня нельзя любить, я плохой сын. Скорее всего, эта нормативность еще подкрепляется поведением родителей или их реакции. За двойки тебя ругают и дают бубен. Или демонстрируют холодные отношения родителей. Либо за пятерки тебя хвалят и холят и лелеют. Либо, что бы ты ни делал, двойка, пятерка, все это вот так. Ага, ну понятно. Пятерка – понятно. Двойка – ну ясно. Полное безразличие. Таким образом формируется еще большая, худшая структура. Дети начинают думать, блин, как же мне все-таки получить любовь? Как же мне не быть плохим перед родителями? И дети начинают иметь огромное количество напряжения. Что бы меня любили и уважали, я должна быть правильной и нормативной. В чем внутренний конфликт? Ну и компульсии – это как страховка. Не дай бог я не проверю, не переделаю, не перепроверю, не переделаю, чтобы не быть плохой. Понятно? Так что же такое внутренний конфликт? Понятие внутренний конфликт – очень сложное понятие. Я хочу вам объяснить очень просто об этом. Многие уже обо мне, от меня это слышали. Есть концепция, которая говорит, нет внутреннего конфликта в УКР. Категорически не согласен. Объясню. Как вам кажется? Подумайте. Если ребенок такой нормативный, и он так сильно боится быть плохим, совершить ошибку, это вызывает огромное напряжение. Это напряжение конверсируется в навязчивости, как я стану плохим, и в ритуалы, чтобы не быть плохим, я сделаю. И вот тут он крутится у нас. Правильно? Что же за внутренний конфликт такой? Вот многие скажут примерно так. Я не должен быть плохим. А второй драйв какой внутреннего конфликта? Ведь внутренний конфликт – это борьба противоречивых тенденций всегда. Окей, согласитесь. Одна тенденция – я не должен быть плохим. Согласны? Одна тенденция – я должен соблюдать нормативность перед родителями и перед самим собой. Чтобы меня любили, я должен быть хорошим, правильным, нормативным. Один вектор. А какой же второй? Подумайте. А второй вектор на самом деле – кто догадался, тот молодец. Но кто не догадался, тот не то, чтобы не молодец, а просто слушайте внимательно. Второй вектор внутреннего конфликта в УКР. Я, ещё раз, с одной стороны, я должен быть нормативный перед мамой, перед папой, перед начальником, перед людьми и соблюдать, что? Определённые нормы и правила. А с другой стороны, я хочу быть собой, но боюсь быть собой. Ещё раз, с одной стороны, я должен соблюдать нормы и правила и некие каноны, чтобы понравиться и чтобы получить любовь. А с другой стороны, я хочу быть собой, таким, какой я есть. Но боюсь быть собой, потому что меня ж тогда любить не будут. Ведь чтоб меня любили, как ему кажется, он должен быть нормативным. И вот этот внутренний конфликт между я хочу быть собой и я вынужден быть правильным, и вызывает как раз то самое напряжение, которое не может в голове психики у ребёнка рационально разрешиться. И это напряжение выходит в эти всякие навязчивости и ритуалы. Понятно, что такое внутренний конфликт в УКР? «Я хочу быть собой и хочу жить так, как я хочу, мама, папа. Я хочу делать так, как мне хотелось бы. Но я не могу, потому что я должен соблюдать эти рамки нормативности. Потому что иначе меня любить нельзя. И как же мне тогда жить?» И вот этот вечный внутренний конфликт в этих людях и работает. И поэтому все обсессии и компульсии такие-то затяжные ещё со школы. Потому что уже со школы ребёнок борется внутри своей психики против нормативности, навязанной родителями, и тому желанию быть собой, каким он хочет быть. Но он боится рационально разрешить этот конфликт. И боится во многом быть собой, потому что у него на чашу этих весов поставлена идея про то, насколько его можно любить. Насколько он не будет одиноким. Ему кажется, что если он будет собой, будет решать так, как он хочет, от него родители откажутся, друзья откажутся, и он будет каким-то неправильным. А подчас он даже не имеет права быть собой. Потому что мама ему в 33 года звонит, ты поел, ты оделся, а ты здесь, а ты там. И он не может быть собой, потому что им доминирует постоянно. Ему навязывают как надо. Ему навязывают свои нормы, свои правила. А он не может от них отказаться, потому что ему кажется, что мама обидится, мама плохо себя будет чувствовать, они расстроятся, я их обижу. И чтобы не быть плохим, и чтобы мама не обижалась, и папа, и родители тоже, я буду действовать так, как им надо. Но на самом-то деле, внутри твоей психики происходит огромное столкновение между тем, как ты должен быть, и тем, как ты хочешь быть. И вот задача твоего консультанта и вашего покорной услуги – помочь людям с этой проблемой справиться. В основном в мире, к сожалению, занимаются обсессиями и компульсиями, не обращая на это внимания. И это большая беда, потому что краткосрочные стратегические подходы, парадоксальные подходы, они работают. И они эффективно иногда справляются с какими-то элементами обсессии и компульсии. Но в 98% случаев краткосрочные стратегии и парадоксальные подходы дают конкретные, рациональные, хорошие поведенческие навыки в конкретных случаях компульсии или в конкретных случаях обсессии. Но спустя какое-то время всё возвращается. Всё возвращается, потому что нет работы с тем самым противоречием внутри психики, которое создаёт ту самую нормативность. То есть, задача вашего терапевта – работать с вашим нормативным характером, чтобы вы смогли для себя разрешить проблему быть таким, какой вы есть, а не таким нормативным, как привыкли. И если у вашего терапевта и у вас получится сделать из вас целостную личность, которым вы бы хотели быть всегда, а не соответствовать нормам и правилам, потому что типа вас не полюбят, тогда этого напряжения не будет. И не будет этого и этого. Я желаю тебе, Олег, удачи и надеюсь, что ты найдёшь того терапевта и те способы стать менее нормативным и разрешить себе быть таким, какой ты всегда хотел, а не таким, каким тебе надо было быть. И понять, что если ты расстроишь кого-то или если кто-то расстроится, так бывает, и если ты начнёшь быть таким, какой ты есть и начнёшь жить так, как ты хочешь, отстаивать свою точку зрения, высказывать свою позицию, иногда причинять кому-то неудобства и дискомфорт. Ты имеешь на это право. А ты всю жизнь жил так, что ты не имеешь права причинять дискомфорт, неудобства, что ты должен соответствовать неким параметрам воспитания, потому что то ли тебя накажут, то ли с тобой не будут водиться, то ли тебя бросят и оставят одного. Вот именно эта сложная программа в терапии под названием, ну можно так сказать, расширение нормативности и является основной историей работы с ОКР, а вовсе ни обсессии, ни компульсии. Я надеюсь, у меня получилось. Просто объясните достаточно сложные научные концепции. Спасибо. Невроза Мегаполиса, ваш Алексей Красиков. Задавайте вопросы. Увидимся. Пока.